Как говорится, в добрый путь оставим нашу кобру. Я залечил, я вышел, и тут ничего не предвещало беды. Пластной дождь валит неожиданно. Как обычно. Ну, не знаю, придется ждать, потому что я специально сегодня выложил зонт, посмотрел на небо, думал, красота будет полнейшая. Ну, в общем, я без зонта. Несомненно, важно, тема или о чем снимать. Это уговаривал мой один знакомый. Держи яйца в тепле, но у меня они в сумке. А главное яйца, которые вот здесь вот, в фотосумке, они действительно там чувствуют себя в тепле. Совсем необычно, что никого нет вообще. Практически никого нет. Пусто. Сурбриз. Компания Россия начинает кормить пассажиров своих. Сейчас увидим. Красота. Люди приезжают уже с утра, с чемоданок тащат. Ну, как вам сегодняшний поход Фавионыча? Вот видите, какие багиры прыгают. Ну, в общем, вы видели, да? Вот, поняли, что такое. Вот и мой. Да я шучу. Вездефот он называется. В общем, друзья, это орехи. Это такое количество орехов. Здесь делают чипсы. Разводят их там по отелям всяким. И хлеб тоже пекут в огромных количествах. Поэтому вот такие дела. В тенечке совсем по-другому все. О, орут. Орут, да? Орут. Сверчки. Не сверчки, как они называются-то, забыл. Цикады, да? Цикады. Вот это большой, наверное, вот это большой есть. Это 50 грамм. Ну, в общем, мы решили, что такую клубнику мы только в детстве ели. Хотя путешествовали в разных местах, и в Греции в том числе, но, честно говоря, вкус очень сильно отличается даже от греческой. Друзья мои, видите, какой я нерезкий. Здесь уже даже не на шар я похож. На кого, не знаю, но вы понимаете, почему. Потому что в такие длительные переходы, особенно когда жарко, без воды никак. Ну и Фавелыч любит знакомиться. Зашел сейчас в магазинчик. Пожилые дамы мне подсказали. Ну, язык, как говорится, до Киева доведется. Зашел тут в мастерскую, но заодно здесь приятное очень место. Здесь старые машины суперские. Я, кстати, на этих машинах ездил. Сейчас покажу. Ох, мне решили подбросить на стареньком ровере. Так что прокатимся в такую жару. Кондиционер, интересно, есть? Я думаю, что в этой машине не должно быть кондиционера. Ну, ручки уже такие, видите. Все уже никакое. Все вырвалось. Ну, едет. Мы с вами находимся наверху по дороге в Газипашу. Вот надпись Алания. И сзади меня достаточно так далеко все видно. Горы, туман. Все как-то. Собственно говоря, крайняя точка. Дальше уже скалы. Дальше только лезть по горам. Но я, в принципе, и так-то перешагнул здесь на такую закрытую территорию. Я не буду дожидаться полностью с хода солнца. Потому что я хочу нижнюю точку еще снять. Вот эти, как называемые, корыто, как назвала моя супруга. Там воняет хорошо, конечно. Но цвет хороший. Файон это покажет. Я овощ. Настоящий овощ. Гучная пряжка. Она очень сильно блестит. Сверкает. В сумке гучи. Ничего такого нет. Маленько не сплошь. Конечно, мои глазики. Наконец-таки, друзья, нормальная машина хоть попалась. Ну, конечно, это Hyundai. Конечно, это корейцы. Потому что все остальное как-то очень печально с коробками. Ну, а здесь знакомая уже машина. Надеюсь, что мы с вами увидим много новых интересных мест с Фавионовичем. Смотрите, подписывайтесь. Отсюда сейчас вышел корабль с подсветкой. Красивый. Поэтому тоже попробуем его засечь. Красивое место, ребята. Озеро горное. Посмотрите. Вообще жирковато. Самое пекло. Сейчас дня. Хотя внизу там все прохладно. Очень водичка бурлит. На солнце, конечно, здесь подъем небольшой. Поэтому кому тяжело ходить. Медленно, конечно. Красивые здесь, конечно, места. Мы приехали в Газипашу в порт. Рыбаки выловили рыбу. Подсказали нам, где можно попробовать, попытать свое счастье найти. Какую-нибудь лодочку. Друзья мои, смотрите. Сколько здесь бананов. Они висят здесь все. В огромном количестве. Банановый рай, можно сказать. Ну и с обратной стороны здесь, конечно, красотища. Рай для туристов. Трансляции, говорю. Банановые плантации в огромном количестве. Бананы, кстати, мы эти брали. Очень вкусные. Желтенькие. Их здесь продают. Супер. Они вкуснее, чем эквадорские. Намного. Ну а мы с вами продолжим путь. Краби. Ничего не сделаешь, ради. Контента. Берут него. Ну, за подгарковка, конечно. Спасибо. Я решил высушить, спасти старикасу. Ну, что, она там сохнет, нет? Спасение утопающего. Как этот сказал, шапик. Большой тим, я говорю. Краби! 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 Краби. Краби! Краби! Бегли, бразгайся. Процесс ожидания арта, это вообще на самом деле важнейший этап, когда вы чувствуете, что место уже подходящее, единственное, что вам надо делать, это быстро-быстро все фотографии. Закрыли выходы все. Ну, это к вопросу ограничения. Только я в глаза поднял наверх, у меня в глаз какая-то ударила больно, я думал, пыль какая-то, грязь или что-то непонятно. В общем, сыпется вот эта крошка, которой обещали, что ледяной дождь, похоже, сейчас, вот пока я в магазин схожу, наверное, она посыпется. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Ну, фотико. Фотоаппарат с собой на всякий случай взяли, поэтому попробуем заснять этот момент, если этот будет ледяной дождь. Поставим повыше, и за поснимаем. Вчера было на открытии перекрестка в нашем, рядышком тут, ну, вот тут, в общем, недолго проработало. Все, сегодня уже закрылись. Не знаю, чем это связано, может, у них свет вырубился, но я, в общем, другой пошел. Почему-то не хочет мне записывать небо красивое сзади меня. Сегодня все расцветки, которые только есть. Наверное, знак, я думаю. Точно, абсолютно. О, короче, смотрите, надо сюда. Есть не только кого-то что-то, наверное. Да. Метель сегодня нас ожидает очередная, ну, в общем, как вы понимаете. С правой стороны будет цель. В общем, друзья, солнце заходит. Я решил контролировать светом, побаловаться с рогозом, с камышком таким. Ну, ветер сильный, но я на разных диафрагмах все это сделал. Поэтому посмотрим, что выйдет из этого. Заодно звездочки половим, бакет так называемый. Чем еще? Не хватило мне? Еще. Еще три бутылки. Я хочу 10 попробовать. Будет 20 литров, как раз 20 килограмм. Но надеюсь, что влезет мой рюкзак все это. Надеюсь, я смогу это поднять. Посмотрим, что выйдет. Ну, друзья, то, о чем я говорил. Вездефот у меня сегодня остался, поэтому я сегодня снимаю без него. Стоило мне ждать там около знака. Никого не дождался, а потом девушка зашла и повернула быстро направо. А я раскадровку неправильно сделал, и она в кадр не попала. В общем, я не успел. Но я дошел до второго тоннеля. Мы начинаем уже с вами в это состояние входить. И мне встретились очень приятные женщины во всем темном. И я сделал фотографию стрит-арт в стиле нескольких фотографов. В том числе и Коэна, который делает. У меня не было времени доставать камеру. Я не хотел их спугнуть. Ну, надеюсь, вы оцените то, что получилось. И, может быть, какая-то частичка атмосферы этой сможет передаться. Друзья, мы, я нашел еще один переход. Но он интересен тем, что он идет под двумя дорогами на разных уровнях. Поэтому он достаточно глубокий. Ищите какие-то ракурсы необычные. Но вот я нашел здесь ракурс с этим растением, который с верхней точки выглядит с одной стороны. А здесь он выглядит совершенно по-другому. И для рассвета позволяет посажать некую атмосферу. И вот правда, здесь разные, которые там тоже стоят. С утра до буйков хорошо. О, луна еще светит пока. Черепахи сегодня нет большой. Вчера она была вечером. Высунула бороду свою. Посмотрела так на меня. Поплыла дальше. Новый день.